я надеюсь что меня видно и слышно я всех приветствую и хочу сразу предупредить что у меня конечно не есть некоторые слайды сейчас я попробую сесть так чтобы делать вид что смотрю прямо в камеру у меня есть некоторые слайды но они будут скорее параллельно расскажу чем прямо иллюстрировать то что я буду говорить я посмотрел на список участников вебинара я так понимаю что много представителей библиотек и вузов но по крайней мере вот есть из тех кто представился когда совчат я не буду касаться специально специфики взаимодействия википедии библиотек потому что во первых этого посвящена в общем довольно много уже материалов которые доступны в сети в общем это такая очень отдельная тема можно попробовать сделать на этот счет отдельный библиотек и поэтому я остановлюсь на вот общих важных вопросах с которыми сталкиваются все то впервые сталкиваются с википедии или по крайней мере сталкивается с ней так что хочет что-нибудь из нее получить или что-нибудь не добавить википедии все недовольны википедии кому не придешь все считают что википедию захватили какие-то другие люди из какого-то другого лагеря которые там проводят свою линию патриоты считают что википедии правят либералы либералы считают что википедия это рупор властей атеисты считают что википедия захвачена крикалами крикалы считают что википедия рассадник атеизма все это не так и и в общем не очень важно сталкиваясь википедии нужно понимать что википедия это не кто-то там нет никаких вот кого-то там вот которые за википедию отвечают и виноваты в том что в ней все так а не иначе нет никого кто кто обязан что-то там исправлять что-то там дополнять и вот кто вообще обязан что-то википедии улучшать вот или ухудшать соответственно все кто написал вот эти миллионы статей сделали это по собственной воле по собственному желанию вот свободное время в рамках своего хобби или в рамках благотворительности вся эта деятельность она не рассчитана на какое-то вознаграждение она делается исключительно для общей пользы работы соответственно точно также как какие-то другие люди что-то добавили или изменили википедии точно также это могли быть и вы и можете собственно в любой момент вычислить ничего в этом особенного и страшного нет есть некоторые вещи которые нужно знать и помнить и когда вы делаете какие-то выводы материалах википедии и когда вы собираетесь как-то в ней поучаствовать это не все важно что вообще нужно знать но какие-то основные вещи все участники википедии все те кто редактирует википедию часто редко иногда постоянно они образуют сообщество сообщество добровольцы и только это сообщество и управляет википедии больше никто нет никакого начальства нет никакой редакции нет никаких модераторов это сообщество выбирает среди себя участников которым на время долго на долгое или короткое время выдает расширенные права вот некоторые такие как удаление и установление страниц например не более того соответственно все мнения и реплики высказывания оценки которые вы встречаете в википедии страны одних участников по отношению к другим это мнение и оценки участников сообщества которые равны в общем на равных находятся по отношению друг другу это нужно понимать то есть не следует если вам кто-то делает замечание не следует это воспринимать как начальственный охрик и с другой стороны не следует от этого отмахиваться как от чего-то несущественного просто нужно учитывать что это может быть как замечание опытного участника так и замечание совершенно какого-то случайного человека который не очень хорошо понимает о чем идет речь но в этом сложность таких одноранговых сообществ вот к этому надо быть готовым когда вы я надеюсь что я быстро вот пройду такую обязательную часть и хотел бы очень увидеть вопросы на которые бы я постарался ответить меру силоспособности вот вопрос пока нет когда мы к этому слайду еще будем возвращаться но значит о том что нужно знать сначала про те материалы википедии с которыми вы сталкивались как читатель все они разные и самое важное глядя на статью википедии это понимать на чем она собственно говоря основана потому что сейчас я не знаю видно или нет самое главное в статьях википедии это то что они все должны по крайней мере иметь ссылки на внешние источники информации вот ссылки могут быть оформлены вот так на моем на моей картинке в виде сносок то есть когда по тексту статьи стоят сноски которые в специальном разделе источники или примечания раскрыты и для них указаны ссылки на какие-то внешние публикации иногда это интернет ссылки иногда это ссылки на бумажные источники вот но это те ссылки по которым можно проверить а действительно ли эта информация в статье не выдумана а взята из каких-то заслуживающих внимания источников иногда такие детальные ссылки не делаются а просто источники приведены в разделе литература например вот или просто общим списком в разделе источник это менее ну менее рекомендуемый способ но он тоже применяется вот если в статье нету ссылок на источники никаких то обычно в такой статье рано или поздно появляется специально предупреждающий шаблон вот о том что в этой статье информация не подтверждена источниками вообще есть сомнения в том что она соответствует действительности и такую статью участники википедии либо улучшает либо если обнаруживают что она вообще как бы плод чьей-то фантазии то может быть и удаляет вот поэтому когда в википедии что-то есть в данный момент времени в какой-то статье или в принципе какая-то статья это совершенно сам по себе ни о чем не говорит да ее может не быть по тем или иным причинам она может быть удалена вот и наоборот статья которая сегодня удалена завтра все таки может оказаться восстановлена потому что сообщество решит что ее стоит восстановить по тем или иным причинам в википедии все постоянно меняется и к этому тоже нужно относиться как к поводу из этого следует второй теннис о том что википедия не место первой публикации даже если вы хорошо знаете какой-то предмет или владеете информацией буквально из первых рук или вообще просто это вы тот человек о котором написана статья то это совершенно не повод прямо от первого лица что-то в википедию вносить вам не скажут за это спасибо вас вежливо предупредят что так делать не следует а если вы будете настаивать то могут заблокировать вам возможность это делать почему так потому что главное один из главных принципов википедии это проверяемость то есть вся информация мы не можем написать статьи честное слово примечаниях это все правда зуб даю это будет неубедительно для большого мирового сообщества вот поэтому перед тем как что-то вносить в википедию это что-то должно быть опубликовано в каком-нибудь желательно достаточно авторитетном издании вот лучше научном допустимо научно-популярном менее желательно там просто популярным да как это ссылаться на художественные произведения ну не принято в большинстве случаев если только речь не идет о собственно самом этом художественном произведении как таковом соответственно как бы это ограничение но его опять же следует принять как данность оно не изменится вот википедия не может не могла бы существовать если бы она отказалась от опоры на внешние источники как своей основы вот потому что википедию разные люди приходят со своей правдой вот многие из тех кто хочет дополнить википедию точно знают как все обстоит на самом деле и очень обижаются что другие люди не готовы им поверить на слово особенно этим отличаются первооткрыватели глобальных физических законов вот которые как раз хотели бы с помощью википедии донести до мира свои прозрения в области антигравитации общей теории всего и так далее вот википедия скептически относится к такого рода попыткам вот даже чтобы читать википедию бывает полезно все таки в ней зарегистрироваться и создать учетную запись потому что вы получаете некоторые полезные инструменты вот как участник википедии которых нету не зарегистрированных пользователей вот и вам будет проще при необходимости внести какие-то правки начиная участвовать википедии начиная участвовать википедии нужно понимать что в ней есть правила правил довольно много википедии я даже не буду на них останавливаться потому что во-первых каждый новичок который регистрируется он получает к себе на страницу обсуждения специальную табличку где все полезные ссылки уже приведены по ним просто надо пройти и прочитать с другой стороны все правила википедии они так или иначе основаны на здравом смысле вот и поэтому есть одно из главных правил википедии вот я его тут тоже детально не специально не стал сюда выводить а так сделал просто скриншот вот есть ссылка называется пять столпов и можно почитать вот это вот главное что википедии есть последним пунктом в этом списке из пяти основных принципов википедии является то что все строгие правила википедии они не строгие вот и вообще говоря можно не вдаваться в эти подробности вот пока вам не написали что вы что-то там нарушаете вот то есть можно просто смотреть как делают люди делать по аналогии и руководство со здравым смыслом соответственно незнание правил не должно вас совершенно останавливать редактировать википедию собственно технически да редактировать википедию совсем несложно вот она специально сделана была так чтобы это было несложно вот там есть свой язык разметки есть сейчас я найду вот если вы зайдете в справочный раздел то здесь есть множество справочных материалов о том как создать статью как добиться тех или иных эффектов оформления там какие бывают шаблоны и так далее все это здесь можно прочитать и это все равно стоит сделать то есть из там вебинаров вы все равно этот материал не усвоите это читать главное понять что это абсолютно не сложно и не требует никаких особенных усилий самое главное взаимодействие с скипедией это взаимодействие с другими участниками то есть когда как понять почему вашу правку отменили как понять куда написать чтобы узнать почему сделано так или иначе вот и как увидеть что вам кто-то что-то написал и нужно понимать что если вы что-то википедии делаете то нужно быть готовым к тому что это придется обсуждать с другими участниками вот и не будет возможности пожаловаться никакому редактору вот и договориться с ним напрямую вот и соответственно как это никаких административных вертикалей тоже скорее всего использовать не получится насколько я понимаю необходимость обсуждать неизвестно с кем вот свои выкладанные материалы она собственно и отпугивает многих люди почему-то боятся этого совершенно непонятно кстати почему а если вы не готовы так прямо бросаться в омут редактирования википедии то всегда можно попробовать просто сообщить об ошибке если вы ее заметили слева да что важно когда вы смотрите на википедию на настольном компьютере из мобильного телефона например вы видите ее очень по-разному обратите на это внимание в мобильной версии а тем более в мобильном приложении википедии если она у вас установлена недоступны целый ряд тех функций возможностей которые есть в настольной почему-то так разработчики сделали у них были на это причины но это очень сильно мешает людям понимать что вообще в википедии есть соответственно все что я показываю оно это картинки из настольной версии конечно и я советую использовать именно ее по крайней мере для начала так вот в настольной версии в русской википедии есть пункт сообщить об ошибке вот он здесь вот слева вот и находясь в статье в которой вы нашли ошибку можно нажать на этот пункт и вы получите вот такое вот предупреждение вот и если вы все-таки не готовы прямо сразу поправить статью а хотите просто написать о том что вы нашли то вы нажимаете вот на выбираете пункт сообщить об ошибке и заполняете формочку где пишите что именно вам кажется неправильным что именно вы считаете нужным поправить и главное опять же сообщая об ошибке нужно указать источник то есть правильных сведений написать не просто я сотрудник музея и я знаю о чем говорю я сотрудник библиотеки а вот а написать согласно справочнику такому-то издание такое-то страница такая можно указывать ссылку на официальный сайт организации вот где указаны правильные сведения можно указывать ссылку на какую-то сетевую публикацию где указаны эти сведения но в любом случае сообщая об ошибках нужно всегда указывать ссылку на внешние источники это же касается и исправлений в википедии когда вы хотите что-то в ней поменять если это не относится просто к фотографическим ошибкам а вы хотите исправить какие-то сведения например в википедии написано что музей был открыт в таком-то году а вы знаете что в другом то в этом случае нужно во-первых посмотреть а собственно на каком источнике основаны те сведения которые уже сейчас в википедии обычно они ссылаются на какой-то источник вот все нормально вот бывают ошибки в источниках даже в энциклопедиях вот это все обычное дело вопрос в том что у вас должен быть источник более авторитетный более свежий который будет бить тот который был использован ранее нужно потратить время чтобы такой источник найти и указать но раз уж мы его нашли все равно то безусловно будет проще и правильнее просто самому эту информацию внести редактировать в википедию можно и не регистрируясь я об этом говорил еще раз повторю однако у вас могут быть сложности на этом пути во первых часто бывает так что многие редактирования разных айти адресов может оказаться заблокированным по разным причинам все время в автоматическом режиме блокируются разные диапазоны сетевых адресов для редактирования именно по разным причинам и на разные сроки и эти блокировки обычно зарегистрированных участников не касаются с другой стороны другим участникам будет удобнее понимать что это справка сделана неизвестно кем неизвестно откуда вот а каким-то конкретным участникам с таким вот псевдонимом сетевым которому можно написать страницу обсуждения и о чем-то его спросить потому что когда вы редактируете википедию без регистрации там записывается просто айти адрес который в общем может сегодня принадлежать вам завтра еще кому-то и спрашивать его о чем-то в общем-то точно бесполезно зарегистрироваться совершенно не страшно еще вот почему и полезно потому что в википедии существует программа помощи новичкам вот есть участники которые записали специальный список добровольцев которые готовы отвечать на вопросы вот и когда вы регистрируетесь по-моему это я тут не знаю как бы автоматически это включается сейчас или нужно руками но если вы зарегистрируетесь можете у себя в настройках включить вот такую вот опцию называется домашняя страница новичка тогда у вас появляется вот такая вот складка специальная вот где для вас система автоматически подбирает разные интересные полезные ссылки показывает вам сколько людей прочитала статьи после того как вы их поправили чтобы вас стимулировать дальше участвовать то главное это то что автоматически подбирает вам из числа добровольцев участника к которому вы можете обращаться с вопросами вот и это следует делать вот по этой кнопке задать вопрос вы попадете на страницу обсуждения вот такую же как у вас самого вот на страницу обсуждения этой участницы в данном случае вот и можете там писать ей вот обо всех своих трудностях и задачах которые вы бы хотели решать то есть опять же не нужно бояться что вы что-то сделаете не так вообще этого не нужно бояться даже если вы что-то вот исправите вдруг сломаете какую-то статью ничего страшного в этом нет во-первых статьями по большей части всегда приглядывают вот заправками новичков тоже всегда приглядывают соответственно даже если вы что-то сломаете это во-первых будет ненадолго во-вторых любую правку в википедии легко сделать и ее легко отменить вот и можете быть уверены что если вы что-то сделаете не то то вашу правку просто отменят вот и в крайнем случае напишут вам ай-яй-яй не делайте так больше вот но зато вы узнаете как именно эффект ваших правок проявляет соответственно я сейчас на самом деле вот на этом вот закончу и хотел бы поотвечать на вопросы немножко все-таки википедия не существует в вакууме во-первых в ней существует множество сетевых разделов каждый из которых самоуправляемый то есть сообщество английской википедии не руководить сообществом русской википедии наоборот вот принципы во всех википедиях одни и те же но детали как-то там мелочи всякие могут отличаться довольно сильно те такие которые в одной википедии считаются уместными и заслуживающими внимания в другом разделе могут считаться не удовлетворяющими критериями значимости и соответственно удаляться вот так бывает кроме самой википедии существует целый куст свободных проектов у каждого из которых есть своя направленность вот возможно что для вас как для специалиста или для просто как человека который интересуется той или иной отрасли знаний интереснее окажется и полезнее окажется не википедия а какой-то из других проектов вот есть огромный склад огромная медиатека свободных изображений аудио-видео файлов анимации и так далее где больше 60 по моему миллионов файлов на сегодня это викисклад и большая часть иллюстрации википедии собственно происходит именно оттуда существует проект для создания коллективного написания учебников учебных пособий существует это викиучебник существует викиверситет как место для ну как образовательная платформа такая он не очень хорошо развит к сожалению русский по крайней мере викиверситет но кому-то он может оказаться интересен исторические тексты которые находятся в общественном достоянии в основном собираются в викитеку там собираются собрания сочинений классиков собираются там публикуются исторические энциклопедии которые перешли в общественное достояние и так далее и так далее вот можно посмотреть и поучаствовать в ней вот вот ссылки на все эти проекты есть на заглавной странице википедии на них туда легко попасть вот в проекте викигид участники проекта вики-медиа пишут путеводители вот по разным городам и странам в том числе по городам России естественно вики-новостях пишут пишут новости как можно догадаться вот вики-цитатник собирает цитаты из разных исторических деятелей и знаменитых художественных произведений вот вики-виды это такой маленький проект по систематике вики-словарь это универсальный словарь за всеми этими проектами как такая скрытая мощная машина стоит проект вики-данные вот это база знаний которая объединяет ссылки взаимные ссылки между разными проектами вики-медия и одновременно содержит множество еще сведений об объектах о которых написаны эти статьи всем этим поэтому когда вы в каком-нибудь яндексе или гугле видите карточку на свой поисковый запрос встречаете карточку справа то там может быть написано что это информация из вики-педии а может быть написано например что это информация из вики-данных вот и это тоже проекты вики-медия вот просто по каким-то темам статьи вики-педии например нету но вики-данных информация уже заполнена этого достаточно чтобы сформировать вот такой вот краткий информационный блок все это информационная реальность вот с которой можно соглашаться и не соглашаться но она никуда не девается и лучше уметь с ней взаимодействовать у нас осталось минут 20 и я бы хотел посмотреть на вопросы вопросов довольно много отлично я пойду по порядку сейчас то есть я как бы вижу что пара вопросов в чате была но я туда вернусь если хватит времени мне не очень понятно все ли видят сами вопросы но я их буду все равно зачитывать чтобы было прозрачнее Светлана Лякова спрашивает если каждый раздел существует независимо можно ли быть уверенным в ответности перевода сложных терминов когда в статье просто выбираешь другой язык Светлана не бывает такого что в статье просто выбираешь другой язык это иллюзия это иллюзия мобильной версии скорее всего вот там как бы кажется что это вы просто выбираете другой язык на самом деле вы переходите на другую статью написанную на другом языке эти такие могут быть вообще не не похожи одну на другую вот более того с переводом сложных терминов такая штука что сами понятия которые сопоставлены допустим на самом деле в этих языках значит немножко разные вещи и сопоставление сделано очень условно то есть нельзя быть уверенным в том что вы по ссылке на другой язык попадете на статью о том же самом это жизнь вот к сожалению то есть когда речь идет о каких то материальных вещах чаще всего совпадение достаточно точное то есть речь идет о терминах социальной что ли из области социальных наук вот и таких каких то философских абстракциях вот там начинаются сложности потому что понятийные поля они не идентичны вот и то что называют свободы на русском языке и то что называется свободой ну круг терминов вокруг свободы и не свободы вот этого всего в английском например языке они имеют разное покрытие смыслов вот и чем более какой-то детальный такой термин используется тем меньше вероятность что ему найдется точное соответствие в другом языке поэтому так много именно в этой области в области социальных наук так много статей которые ни с чем не связаны то есть они вроде бы похожи в разных языках но связать их с цифрами немножко о разном все равно вот это самое трудное с точки зрения связывания вот разных языковых разделов Наталья Левшин спрашивает кто ставит метку о непроверенной информации другие любые участники вы можете поставить вот если видите что в статье нет ссылок можете поставить на специальный шаблон можете посмотреть как это сделано вот в тех статьях где он стоит или спросить у наставника или спросить на форуме помощь начинающим как это сделать просто участники вот никто надо понимать что есть два уровня есть специальные шаблоны предупреждения в статье вот их просто участники ставят те которые видят что статья несовершенна но у них нет возможности ее например исправить надеют темой либо у них нет времени вот они заняты другими статьями а в эту заглянули случайно скажем а есть функционал патрулирования так называемый когда вы видите что там эти правки не проверялись опытными участниками это немножко другая история но о ней нужно отдельно говорить это и и а и и лена смирнова жалуется что википедия напоминает лебедя рату и щуку вот споры недовольство открытые письма Вы знаете, Лена, я вас уверяю, вот сколько Википедия существует примерно, по крайней мере, с 2004 года, когда я с ней познакомился близко, и вот с сегодняшнего дня, наверное, не было года, да, чтобы кто-нибудь пафосно не восклицал бы, ах, какая была идея, и как она бесславно завершилась. Вот, и вот так вот 20 лет почти, да, все это происходит, и что-то вот как-то незаметно, чтобы недоверие все большего числа пользователей к источнику мело место быть. Знаете, Википедия не просит, чтобы вы ей доверяли, вот, более того, в ней там написано, в специальном месте написано, вот, что Википедия не гарантирует вам ничего, берет на себя ответственности, и вообще просит вас, как это, не относиться к ней слишком большим доверием. Она не для этого сделана. Википедия вам показывает, что вообще ни к чему не нужно относиться с тем доверием, с каким вам, может быть, и хотелось бы. Я думаю, что в любой информации есть источник, что этот источник стоит проверять, вот, и нужно самому оценивать то, насколько этот источник адекватно отражает действительность, и получил, насколько адекватно он потом использован в статье. Вот, я вижу, что мне уже помогают отвечать на вопросы, но замечательные. Леонид Макаров, наш заслуженный участник, вот, как это, к сожалению, вот, не смог смириться с таким экстремальным демократическим, и эмигрировал в Википедии учебник. Спрашивают, что делать, если кто-то ставит шаблон об отсутствии источников. Ну, что делать? Что хотите, то и делайте. Хотите, перепроверяйте, и ставьте источники, не хотите, не ставьте. Вот, это же добровольное дело. Вот, то есть, если, как бы мы не возражаем и согласны с тем, что в статье, вообще говоря, источники должны быть, вот, и, вообще говоря, у каждого утверждения они должны присутствовать, то, вероятно, как это, наличие таких шаблонов, оно закономерно и, в общем, должно приветствоваться. Да, как удалось добиться, чтобы Совет Федерации перешел на свободную лицензию Creative Commons? Ну, вы знаете, была проделана работа, что этим занималась Wikimedia.ru, архистское некоммерческое партнерство, в котором я тоже составил. В свое время сайт президента Кремлин.ru перешел по свободной лицензии, а потом, как это, по, так сказать, по этой дорожке уже пошли некоторые другие сайты. Сайт правительства Москвы, Мосру, Совет Федерации, Госдум, по-моему, по крайней мере, в какой-то части. Некоторые региональные сайты правительственные. Работаем над этим, убеждаем, уговариваем. Они, на самом деле, не против. И, в общем, довольно несложно уговорить людей из органов власти, что это в их интересах так сделать. Там проблемы, в основном, связаны с тем, что нужно разграничивать авторские права. Потому что пока люди не задумались о свободной лицензии, часто бывает, что не задумывались о том, кому принадлежат авторские права на те или иные материалы. Если используется много заимствованного контента стороннего, то им, может быть, сложно перейти. А если у них собственные штатные фотографы, собственные штатные писатели, и все материалы создаются исключительно сотрудниками аппарата, то, в общем, нет никаких проблем лицензировать по свободной лицензии. Так, ну, хотелось бы использовать Википедию как проверенную информацию. Ну, я не знаю, хотелось бы или не хотелось бы. Мне бы не хотелось, например, чтобы ее так использовали. Потому что Википедия, она не была предназначена для того, чтобы быть основным источником проверенной информации и не будет таковым. Она достаточно надежна. Википедия достаточно надежна в большинстве случаев, если вы не специалист, если это не является предметом вашей профессиональной деятельности, то, что вы не читаете. Так, я так понимаю, что в разделе вопросов пошла интересная дискуссия, я не буду тогда в нее вступать. Хороший вопрос. Почему в Википедии засилие мужчин, а тут на вебинаре сплошь слушательница? Да, мне тоже хотелось бы это знать. Существует на этот счет даже как бы все участники Википедии и других проектов, и сами проекты эти, они считаются вот участниками такого международного движения Викимедиа. И, собственно, есть там фонд Викимедиа, который поддерживает все это технически. Есть разные региональные организации Викимедиа. И вот в рамках движения Викимедиа существует несколько программ, которые посвящены как раз этому вопросу. Как бы сделать так, чтобы Википедия была более дружелюбной к женщинам и вообще как-то больше учитывала женский взгляд на мир. Не знаю, насколько успешная, но что-то в этом плане делается. Есть много мнений, почему так. Никакого универсального ответа нет. Но проблема, ну не то чтобы проблема, а вот такой вот гендерный разрыв, как это называется, гендер-гэд, он, да, известен и осознается как некоторая задача, в которой требует что-то делать. Вот, скажем, башкиры решили этот вопрос радикально и организовали свое движение Викибабушек. То есть, они нашли в своем национальном сообществе класс женщин, которые образованные, активные и при этом уже не заняты какой-то, что ли, кредитивной деятельностью. И могут посвятить свои силы и время развитию башкирской Википедии. Это чудесный пример. Поэтому в башкирской Википедии, как все наоборот, там в основном одни женщины. Почему Википедия такая большая, все остальные проекты такие маленькие? Ну, не такие уж они маленькие. Надо сказать, что в русских новостях сейчас только что был рубеж 500 тысяч новостей, а скоро будет миллион, наверное. Вот, но там у нас активно Викиновости работают как такой агрегатор свободных новостей, поэтому там очень много импортируется из разных внешних источников свободных текстов. Ну, почему? Потому что остальные проекты, ну, например, Википедия очень сильно поддерживает поисковики, как вы видите. И Яндекс и Гугл используют Википедию как основной источник наполнения своих информационных карточек, которые они показывают справа от поисковой выдачи. Никакие другие проекты Википедия в этом качестве ими пока не востребованы такой силой. Может быть, это изменится. Ну, что-то, по крайней мере, может измениться. Остальные проекты менее универсальны. Если Википедия, она вообще про все, то все остальные проекты у них все-таки узкая специфика. И большая часть аудитории их отсекается. Кто у нас интересуется словарями, кто интересуется классиками художественной литературы. Ну, гораздо меньше людей, чем интересуются футболом, поп-звездами, шыстами, шариками и новостями криминальной хроникой. Вопрос про Викизнание. Викизнание – это забавный проект. Дело в том, что, как сказать, на самой заре Википедии, еще когда было не очень понятно, как, собственно, все будет развиваться, один из участников Википедии отделился и создал свой, как сказать, решил создать свою русскую Википедию отдельно. Вот. И, соответственно, назвал ее Викизнанием. Тогда было несколько предложений вернуться и объединить обратно проект и дальше уже работать вместе, но он не захотел, потом потерял этот домен, он кому-то перешел. Ну, в общем, какая-то долгая история, и он никогда к Википедии никак не относился. Это один из множества Википроектов, которые пытаются создать какой-то независимый, что ли, пул русскоязычных энциклопедических статей. Есть еще энциклопедия. Вот. Тоже такой проект, независимый совершенно. Так. Ну. Я не очень понимаю, какие открытые письма все вспоминают, когда говорят про Википедию, честно говоря. Я что-то не помню никаких открытых писем. Ну, по крайней мере, на публику. Вот. У нас там внутри Википедии, безусловно, были всякие разные меморандумы, прочие вещи. Но так, чтобы вот на публику они писались, что-то я сомневаюсь. Поэтому ничего плохого в этом нет. Поскольку никаких административных, что ли, границ и рамок не существует, то единственный способ что-то решить, это обсуждать. Иногда годами приходится обсуждать. Ну, и что? Вот. Да. Ну. Убеждают самые стойкие. У кого хватает терпения. Не бросать тему на протяжении многих лет. Ну, вроде бы, вопросы я прошел все. Рассказал я тоже, наверное, почти все, что хотел. В часовую вебинар невозможно уместить вообще все аспекты взаимоотношения людей с Википедией. Поэтому присылайте свои вопросы в Директ-Академию или мне. Вот. И попробуем сделать какие-то более сфокусированные вебинары, если будет запрос у слушателей. На сайте Wikimedia.ru есть проект «Открытая библиотека». И все сотрудники приглашаются туда посмотреть методические материалы, которые посвящены именно их специфике. На этой оптимистичной ноте я бы хотел, наверное, на сегодня закончить. Тем более, что время наше подходит к концу. Спасибо всем за внимание. Я передаю микрофон Татьяне Челегине.